Здравствуйте, друзья! Функция BrushDrawRed, либо DrawRedS позволяет нарисовать прямоугольник, либо квадрат в локальных, либо глобальных координатах. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, для того, чтобы работать с методами рисования, мы открываем окно библиотеки, горячая клавиша F3, либо вот этот значок, и здесь вызываем Brush. Напомним, что Brush это не переменная, это как рисунок, по сути, поверх игры, поэтому он не грузит программу с точки зрения наличия переменной. По сути, такая некая нашлепка на игру сверху. Итак, это очень удобный инструмент, кстати, отрисовывая все очки и так далее. Давайте вызовем нашу переменную Brush, вот так вот. И у нас команда DrawRect. Вот так вот. GrowRect, DrawRectS. Вот две команды. Вызываем первую, и сейчас у нас на сцене нарисовался, ну, в том случае квадрат, потому что ширина, высота. Соответствующая, если будет так, то это будет прямой уголь. И он нарисовался в координатах 0,0. Посмотрим, что меняется при рисовании DrawRectS, и ничего не видим. Конечно, ничего не будет меняться. Но подождите, я здесь был закомментировать вот эту команду. Вот так вот. Давайте еще разок. Вот. Было так. И теперь DrawRectS. Посмотрим, что меняется. И обратите внимание, что у нас не поменялось ничего. Потому что сейчас локальные и глобальные координаты – это одно и то же. Пока на сцене ничего не двигается, то есть относительно какой точки мы на сцене что-то измеряем. Если эта точка стоит, в данном случае персонаж, персонаж может ходить, но камера стоит. И пока сцена неподвижная, локальные и глобальные координаты – одно и то же. Но если мы повесим камеру на персонажа, вот этой вот командой, то сейчас мы увидим весь результат. Итак, давайте сначала просто обычную, используем функцию DrawRectS. Это у нас глобальные координаты. То есть вот точка 0,0 и изображение, нарисованное от нуля, и этот прямоугольник. И он исчезнет, конечно, за сценой, потому что он находится сейчас, рисуется в глобальных координатах. Локальные вычисляются от угла браузера. То есть где вообще в окне браузера этот текст будет находиться. То есть он будет всегда виден, например, это подсчет очков, либо какой-то блок, как подложка используется для цвета, например. Поэтому если мы используем функцию DrawRectS, то этот квадрат будет всегда здесь. Давайте для красоты его подвинем вот так вот 50-50 пикселей, чтобы мы видели, что вот он есть. И он всегда будет в этом месте висеть. Вот, видите? Ну что, друзья, спасибо за внимание. На этом я завершаю этот видеоурок. Надеюсь, вы разобрались, что такое локальные и глобальные координаты. Ну а с вами был Александр Арктичкин, основатель и образователь, на портал мультируки.ру и разработчик игрового движка PointJS. До встречи в новых видеоуроках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok